Слышите? Вот уже отклики, уже здороваются. Да, замечательно. Уважаемые коллеги, пока мы вебинар начинаем, я хотел вас вот о чем попросить. Если кто-то будет приходить чуть позже, потому что вы сами знаете, жизнь у нас сложная, кто-то с работы только идет, кто-то вечерние дела домашние делает. Если кто-то будет приходить позже и будут какие-то проблемы со звуком, поскольку это зависит от интернет-соединения, вы, пожалуйста, советуйте им или через другой браузер войти повторно, или заморозить видео. Для того, чтобы заморозить видео, надо навести стрелку курсор на изображение вектора, под ним появится изображение веб-камеры. Наводите на него курсор, появляется надпись «Заморозить видео», кликайте, и тогда видеоизображение останавливается, а презентация будет видна, и все будет по-прежнему слышно. Вот уже Нина Алексеевна за гору и пишет, что нет звука. Посоветуйте ей, пожалуйста, как поступить в этой ситуации. И еще один вопрос. На нашем утреннем вебинаре у нас были участники из трех стран, из России, из Украины и из Казахстана, и примерно из 25 регионов. Я об этом уже успел написать на форуме. Напишите и вы, пожалуйста, откуда вы смотрите вебинар, из какого города или из... Если вам так удобнее. Потому что было бы интересно очень посмотреть на статистику. Потому что, как правило, на вебинары собирается целая страна у нас. Вот я уже вижу Липецкое область, и Башкирия, и Курган, и Республика Мария-Эл, и так далее. Я просто потом по чату посмотрю и напишу на форуме отчет, сколько нас было и откуда мы были. Ну что ж, уважаемые коллеги, Судя по тому, что вы реагируете хорошо и откликаетесь быстро, интернет у нас работает нормально, и к вебинару мы все готовы. Тема нашего сегодняшнего вебинара звучит следующим образом. Развивающее обучение на уроках английского языка. Мы с вами посмотрим на то, что же с точки зрения методики такое развивающее обучение. Мы посмотрим на то, какие типичные проблемы бывают в классах, в том числе и сейчас, когда инклюзивное обучение начало работать, и к нам в классы попадают уже дети, которые раньше учились в коррекционных классах или в коррекционных школах. То есть поговорим об этом, поговорим о том, как таких детей подготовить, в том числе, как там может проходить аттестация у таких детей. И естественно я постараюсь отвечать на ваши вопросы. Те вопросы, которые я увижу, я буду отвечать в чате, успевать попутно, буду читать в чате и отвечать. И в конце вебинара у нас с вами будет время на то, чтобы ответить на вопросы. Также в конце вебинара мы дадим вам ссылку, по которой вы сможете скачать сертификаты. Ну что ж, это были моменты организационные, и давайте мы, пожалуй, начнем. Итак, уважаемые коллеги, если говорить о развивающем обучении, то интересно очень посмотреть на историю, откуда вообще это понятие взялось и что такое развивающее обучение. Вы знаете, еще не так давно совсем, всего лишь 100 лет назад, то есть в начале 20 века, и психологи, и педагоги продолжали задаваться вопросом, а связано ли вообще обучение ребенка и развитие ребенка. И, на удивление, такие выдающиеся психологи и педагоги, как, например, Зигмунд Фрейд, как Гёзл, и швейцарский педагог и психолог, утверждали, что обучение и развитие детей не связано. Почему они так говорили? Они считали, что для того, чтобы ребенок мог обучаться, он сначала должен достигнуть определенной ступени в своем развитии. То есть это как радио, пока вы его на определенную волну не настроили, оно ничего принимать не будет. Так и считали эти психологи и педагоги, что сначала цикл развития завершается, и потом ребенок уже готов к обучению. Понять их можно, потому что, вы сами знаете, бывают дети, которые еще не готовы к школе, правда же? А они уже в школу пришли, и не зря психологи оценивают их готовность, правда же? Но были, конечно, и другие взгляды. Например, американские психологи Вильям Джеймс и Энн Стоунтайк считали, что развитие и обучение — это практически одно и то же. Потому что развитие, как они считали, — это накопление определенного жизненного опыта, и обучение — это накопление определенного жизненного опыта. А поскольку опыт мы в любом случае... То, соответственно, мы и развиваемся. Здесь тоже, на самом деле, можно поспорить, потому что, я думаю, вы согласитесь, есть очень много детей, особенно в начальных классах, которые повторяют, повторяют, повторяют один и тот же учебный материал, то есть опыт накапливается, а никак правила не усваивают, и никак не научаются поступать хотя бы по образцу, я уже не говорю о свободных высказанных. То есть опыт накапливается, а обучение впрок не идет, да еще и развития особого не происходит. То есть здесь есть тоже некие аспекты, которые не позволяют приравнять развитие к обучению. Курт Ковко, немецкий, а потом американский психолог, он из Германии эмигрировал во время Второй мировой войны, считал, что развитие и обучение, конечно, связано. Но развитие в любом случае произойдет, а обучение может этому либо помочь, либо не помочь. И, наконец, финальный шаг в современных представлениях, по направлению к современной... ...развития и обучения делает отечественный психолог Лев Семенович Выгодский. В 1937 году выходит сборник его работ. Этот сборник, к сожалению, был посмертным, поскольку Лев Семенович очень рано, в молодом возрасте, в 37-летнем, по-моему, умер от туберкулеза. Тем не менее, выходит сборник работ Выгодского, которые перевернули полностью представление о развитии, представление об обучении и о подходах к обучению. И теория Выгодского сейчас является главенствующей фактически во всем мире. Выгодский считал, что хотя обучение и связано непосредственно с детским развитием, но это не одно и то же, это не параллельные процессы, и взаимосвязь там довольно сложная. Эта зависимость динамическая, она все время меняется. И любая высшая психическая функция в развитии ребенка всегда проявляется дважды. Сначала как деятельность коллективная, то есть ребенок имитирует, он учится делать с другими, с остальными своими сверстниками. А потом уже как деятельность индивидуальная, когда ребенок уже внутренне ее принимает и начинает ее использовать в своем жизненном опыте. Вы можете перед собой увидеть цитату из трудов Выгодского, которая описывает его подходы, но если суммировать то, что писал Лев Семенович, то получается вот такая вот идея, которая сейчас и используется. В обучении есть два уровня, и либо сферы, они еще называются. Первая сфера, это сфера актуального развития, то есть то, что ребенок может уже сделать самостоятельно. А вторая сфера, так называемая зона ближайшего развития, то есть то, что ребенок самостоятельно пока еще сделать не может, но может сделать с помощью учителя, либо родителей. И развивающее обучение как раз и создает вот эту зону ближайшего развития, И в этой зоне и происходит, потому что если мы с детьми делаем и так уже умеют, то ни развития особого, ни обучения, понятно, что не происходит. Ребенок может совершенствоваться в том, что он уже умеет делать, но новых умений и навыков он не приобретет, пожалуй. Что произошло после того, как Выкотский выдвинул свою теорию? Его идеи получили развитие. Развивали эти идеи выдающиеся отечественные психологи. Есть принципы развивающего обучения, которые сформулировали Данил Борисович Ильконин и Василий Васильевич Давыдов. И мы еще с вами посмотрим на принципы школы Занкова, то есть то, что Леонид Владимирович формулировал. Давайте сначала посмотрим на принципы развивающего обучения Ильконина и Давыдова. И Вы увидите, что эти принципы на самом деле легли в основу современных новых стандартов обучения. Первый из принципов звучит следующим образом. Предметом усвоения явления... ...пособы действия. То есть ребенок сначала учится выполнять общие действия, которые позволяют ему решать целый класс задач. И только потом он уже к частным случаям будет переходить. Естественно, для того, чтобы общий способ действия усвоить, недостаточно только получить информацию о нем. Необходимо учиться именно действовать. То есть вот здесь как раз Ильконин и Давыдов формулируют самую основную идею, которая сейчас господствует в методике. То, что для того, чтобы научиться что-то делать, надо это сначала делать. И это бесполезно читать лекции. Правда? Для нас с Вами эта идея совсем не новая сейчас. Потому что на наших с Вами уроках мы всегда говорили о деятельности. У нас есть виды речевой деятельности, мы формируем умения определенные. Но в свое время эта идея была очень новой. И ученическая работа в соответствии с этими принципами строится как поиск и проба средств решения задачи. Поэтому если ребенок говорит что-то нестандартное, то, что отличается совершенно... То с точки зрения Ильконина и Давыдова, это не ошибка, а это всего лишь проба мысли. Это одна из проб попыток найти решение. Не важно, что она может быть неэффективной. Эффективную ребенок тоже постепенно с нашей с Вами помощью найдет. Вот если мы посмотрим на эти принципы, то мы увидим, что в новом стандарте они зафиксированы под таким термином. Всем хорошо нам известным. Универсальные учебные действия. То есть мы действительно обучаем действиям, которые позволяют решать целый класс задач, и которые в состоянии распространяться на целый ряд предметов. То есть универсальные учебные действия, да плюс сюда еще относятся метапредметные результаты нового стандарта. То есть, как видим, принципы развивающего обучения уже заложены в стандартах. Второй подход, который был сформулирован, это принципы, которые сформулировал Леонид Владимирович Занков. У нас есть целая система... ...как вы знаете, школа Занкова и так далее. Давайте посмотрим на принципы Занкова. Первый принцип — это обучение на высоком уровне трудности. Это не значит, что ребенок пытается выполнить непосильные для него задачи. Это значит, что сначала, в первом приближении, ребенок пытается уловить общий смысл. Точно так же, как при чтении, например, мы сначала даем задание на общее понимание текста, и потом уже идем к деталям. То есть сначала идет деятельность поисковая, формируется. При обучении развивающему по Занкову ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям. То есть одна из задач, чтобы ребенок понял взаимосвязанность явлений. Как они связаны между собой, как одно откликается в другом и так далее. Еще один принцип — это высокий темп изучения материала. Это, конечно, не означает, что мы стремимся пройти как можно больше всего и как можно быстрее. Это говорит о том, что мы сначала... Понимаем общий смысл, а потом мы к этому материалу будем возвращаться снова и снова на более высоких уровнях и понимать его детальнее и детальнее. То есть понимание мы добьемся за счет повторов, возвращения и расширения знаний. И еще один из принципов — это осознание школьниками процесса учения. То есть дети должны задуматься, зачем эти знания нужны, что они узнали и так далее. На самом деле, опять же, для нас с вами это не новые вещи. Мы все говорим о том, что в конце урока необходима рефлексия, правда же? То есть мы спрашиваем у детей, что вы узнали, что вам пригодится, как вы считаете, зачем вам все это надо и так далее. Мы подводим итоги в любом случае. Это вот один из принципов развивающего обучения системы Занкова. И, конечно же, Занков говорит о необходимости систематической работы над развитием всех учащихся. Что такое все учащиеся? А у нас ведь с вами дети самые разные бывают, правда? У нас бывают аудиалы, визуалы и киноэстетики. Бывают дети с... ...стилями. То есть не только способы усвоения информации, но и познавательные стили и так далее. И Занков считает, что необходимо систематически работать над каждым ребенком, чтобы до него достучаться. Кстати, если позволить, сразу комментарии прочитают. Ольга Филипова, я прошу прощения, что без отчества, я вижу только то, как вы себя назвали при регистрации. Обучаю детей в коррекционной школе. По программе обучение начинается с пятого класса, причем по плану у них два часа. Возникают проблемы в успеваемости, а требует успеваемость по госстандартам. Да и детям, которые хотят сдавать экзамен, не хватает знаний. Например, в девятом классе проходим материал для седьмого класса по учебнику биболета. Для таких детей нет специального учебника, а очень бы хотелось. Коллеги, очень хорошо, что вы этот вопрос подняли. Я сегодня дам на него как раз ответы. Не столько про специальный учебник, сколько про стандарты и про прочие моменты. И я учу в коррекционной школе. Часа как положено. А знания пишет Марина. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, а есть ли кто-то еще среди слушателей вебинара, среди сегодняшних участников, кто работает в коррекционных классах, либо с детьми с задержками в развитии? Вот Нина Алексеевна Загорой пишет. А нам зауч говорит, что нельзя спрашивать, что нового, а только что было интересного. Вы знаете, я не могу согласиться с позицией зауча в силу ряда причин. Во-первых, то, что было интересно, это, конечно, хорошо, но даже если мы посмотрим на приемы развития критического мышления, то как раз один из приемов развития критического мышления, когда мы учим детей отделять новое от старого, известную информацию от неизвестной. Вот поэтому здесь зауч немножко... смотрят на домное обучение, из коррекционной школы и так далее. Больше нельзя по СанПино. Ну что ж, уважаемые коллеги, я постараюсь вам ответить на проблемы как раз работы с детьми ЗПР и так далее. Давайте пойдем дальше. Так вот, если мы посмотрим... Я прошу прощения, верну слайд обратно. Если мы посмотрим на принципы Занкова, то вы увидите, что, опять же, очень многие вещи, они не только известны, но они и применяются в школе. Тем более, если мы говорим про систематическую работу, если мы говорим про понимание взаимосвязанности явлений, то это как раз заложено в основу системно-деятельностного подхода. Деятельность в слове системно-деятельностный подход уходит корнями от работы Ильконина-Давыдова, а системно-деятельностный подход — это как раз принципы Занкова. То есть, когда мы говорим о развивающем обучении, в принципе, это не что-то отдаленное или отстраненное, а это то, что уже прописано в новых стандартах. Очень многие... ...развивающее обучение заложено в стандарты и в виде универсальных учебных действий, и в виде планируемых результатов. А судя по тому, какое большое количество детей, которые занимаются по адаптированной программе, детей, которые в классе коррекции есть, вы сами сейчас видите, вы видите, что тема очень актуальная. Сразу один из комментариев Айлита Анатольевна посреднику пишет, я думаю, за три часа невозможно подготовиться к ЕГЭ. Айлита Анатольевна, ЕГЭ это отдельная, очень большая тема для разговора. Я постараюсь кое-что о ЕГЭ, о дополнительных ресурсах сказать, где можно взять, и именно что заложено в УМК, какие компоненты есть. Но, кроме того, вы можете посмотреть видеозаписи вебинаров. У нас был вебинар в прошлом году, Наталья Николаевна Трубанева проводила о подготовке к итогу аттестации в формате ГИА. У нас был вебинар, который Евгения Владимировна Костюх проводила, мы говорили о ЕГЭ, и у нас еще такие вебинары планируются. Так что мы с вами про это поговорим. Пойдемте дальше. Если посмотреть на ситуацию с развивающим обучением за рубежом, то идеи вообще развивающего обучения, они не очень прижились, вернее, они прижились гораздо позднее. Если в Советском Союзе они были сформулированы еще в середине 20 века, то сейчас в методике в США и Великобритании появился новый подход, новый для них, для нас он довольно известный, в общем-то. Это то, что называется brain-based approach по-английски. Этот подход появился благодаря новым достижениям техники, когда нейрофизиологи смогли более подробно изучить, как мозг работает, что в мозгу происходит. Давайте посмотрим на некоторые принципы этого подхода. Подход, как я уже говорил, был сформулирован в конце 80-х годов и сейчас активно разрабатывается. Итак, из чего исходят сторонники brain-based approach? Они исходят из следующих моментов. Мозг обрабатывает несколько... ...пременно. Что это значит для нас? Это значит, что мы можем использовать параллельно большое количество методов и заниматься разными видами речевой деятельности. Например, не только делаем аудирование, но и попутно просим детей выписать какую-то информацию, и они в состоянии это сделать, вести записи какие-то именно по ходу аудирования, а не только после. Физиология, конечно же, влияет на обучение. Но я думаю, вы согласитесь, если у вас стресс, или если вы плохо поели, вам есть хочется, то учиться вовсе не захочется, а качество усвоения знаний будет гораздо ниже. Не зря в России давным-давно бытует поговорка «голодное брюхо к учению глухо». Мозг всегда пытается осознать значение происходящего. Поэтому у учеников есть внутренняя потребность открывать информацию самостоятельно. А это значит, что у нас могут быть задания и должны быть поиск информации на ее систематизацию и так далее. Это одна из потребностей мозга. Мозг осознает информацию через ее структурирование. Таким образом, информацию приходится подавать детям системно таким образом на уроках, чтобы ученики могли ее структурировать. Это значит, что мы не просто даем лексику, а представляем семантическое поле, семантические ряды и так далее. Эмоции, конечно же, влияют на обучение. Если у нас настроение плохое, запоминать мы будем что-то с трудом. Если материал представлен в интересной форме, если материал представлен в забавной форме, если у нас создаются ситуации, когда ребенок может на уроке улыбнуться по-доброму, то он и запоминать легче будет. Оба полушария мозга взаимодействуют. Если раньше считали, что дети, и не только дети, а вообще все люди делятся преимущественно правополушарных и левополушарных, то есть есть люди, у которых логика на первом месте, конкретное мышление, есть люди творческие, то сейчас физиологи, в общем-то, считают, что мозг может одновременно работать и с целым понятием, и с частями, и, в общем-то, нормально работает и с эмоциями, и с логикой вполне. Мозг воспринимает информацию сознательно, когда мы делаем попытки что-то запомнить, но параллельно бессознательно, мы все равно фиксируем то, что происходит вокруг. Опять же, для нас с вами это не новая вещь, мы всегда пытаемся на уроках создать иноязычную среду, правда? И плакаты развешиваем на стенах, и используем видеоролики, и аудиозаписи, и так далее. Для обучения необходимо, чтобы дети осознавали, что изучено, и самое главное, как изучено. То есть, какие стратегии им помогают, что для них самих эффективно, а что для них не очень эффективно. И используются два типа памяти. Есть запоминание мгновенное, это когда у нас опытники есть, то есть то, когда мы делаем... Вот у нас деятельность. И запоминание фактов и умений формирования через повторение и тренировку. Опять же, вещи довольно известные для нас, но тем не менее, они сейчас подтверждаются выводами не только психологов, педагогов, но и нейрофизиологов. Наилучшее обучение происходит, когда мы факты и умения включаем в опыт, то есть применяем знания на практике. Сложные задачи стимулируют обучение. А если есть какие-то угрозы, например, если ты не выучишь, я тебе сейчас двойку поставлю, то они далеко не всегда полезны. Наоборот, они могут еще и препятствовать обучению и развитию. И, конечно, каждый мозг уникален, необходимо учитывать его особенности. Еще несколько комментариев. Работаю в школе дистанционно для детей и инвалидов. Три года программа существует и будет дальше развиваться. Действительно, программа развиваться будет. Мы с вами поговорим об этом. В школах все слабослышащие, слабовидящие. Инклюзивное обучение. Мы поговорим об этих вещах ближе к концу вебинара. Какое сейчас положение современное? Как можно развивать детей через обучение? Что у нас в стандартах заложено? Во-первых, это личностно-ориентированный подход. Когда мы учитываем личностные особенности ученика и создаем комфортную обстановку. Личностно-ориентированный урок построить достаточно легко. И он получается, когда мы не просто детям сообщаем какую-то информацию, а мы сначала у детей спрашиваем их мнение об определенной проблеме, потом спрашиваем попутно, что они знают об этом. Дети могут нам фактическую информацию сообщать, а мы им помогаем об этой информации поговорить по-английски. Уважаемые коллеги, я вижу, что некоторые из вас сделали шрифты цветными. У меня большая к вам просьба. Я думаю, вы сами видите, например. Шрифты плохо читаются или ловые. Поверьте, они абсолютно не делают ваши записи более заметными. Я вам посоветовал бы вернуться все-таки к черному цвету, потому что иначе высок шанс, что я просто не смогу прочитать то, что вы пишете, и вовремя отреагировать, и все эти реплики останутся без ответов. Следующий принцип развивающего обучения, который включен в новые стандарты, это системно-деятельностный подход, когда происходит обучение через деятельность и через формирование целостных представлений о реальности. мы осуществляем комплексное развитие ученика. Что оно включает в себя? Развитие интеллекта, развитие когнитивных способностей, развитие логического мышления, эмоционально-нравственное развитие, развитие творческих способностей. Это все... ...результатов в ГОС. Например, когнитивное развитие или развитие интеллекта, это личностные результаты, развитие эмоционально-нравственное, тоже личностное, творческие способности тоже включены, умения синтеза, анализа информации. Это мета-предметные результаты и так далее. То есть, если стандарт изучить с точки зрения приемов развивающего обучения, там очень-очень много вот этих вещей найдется. И, конечно же, проблемы в развитии до определенной степени могут быть скорректированы. Про корректировку мы поговорим об этом. Уважаемые коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, многие уже начинают жаловаться, что чат отвлекает. Давайте сделаем так. Я вас очень прошу, придерживаться все-таки темы, общаться не столько о путешествиях или еще каких-то вещах, а давайте все-таки общаться по теме. Иначе просто ваши комментарии отвлекают других коллег. Не хотелось чат отключать, но если это будет мешать, то, конечно, нам его придется отключить. Каким образом можно принцип развивающего обучения перенести в обучение иностранным языкам? Для того, чтобы это понять, давайте очень коротко, буквально за два слайда, посмотрим на то, какие существуют теории о владении языком. Есть несколько попыток, несколько направлений того, как специалисты пытаются ответить на вопрос, как дети овладевают языком. Одна из теорий, то, что по-английски называется nativist theory, говорит буквально следующее. Дети осознают мир и вычленяют постепенно значение речи и языка. Ее пропонент этой теории, Ноам Чомски, сформулировал такую идею. Мозг обладает неким механизмом для восприятия языка, то, что называется language acquisition device, и естественным путем овладевает структурой языка. Теорию в значительной степени развил американский психолог и преподаватель Стивен Крэшен. Он стал основоположником фактически теории second language acquisition, и на работах Хомского и Крэшена основывается целое направление, целых два больших подхода к обучению иностранным языкам. Это Total Physical Response Theory, TPRS, или TPS еще называется. Если вам интересно об этом узнать подробнее, вы можете прочитать информацию об этом на форуме. У нас есть такая тема, современные подходы к обучению иностранным языкам. Там довольно подробно приводится, вплоть до того, что даются видеофрагменты уроков и объяснения этого подхода. Вторая теория — это Social Learning Theory. Ее сторонники считают, что дети имитируют речь и речевые модели и обучаются через имитацию. То есть дети слышат, как взрослые вокруг говорят, повторяют за ними. Теория вроде бы и неплохая, но, к сожалению, она не дает ответа. Теория, вернее, обе вот этих теорий перечисленных, они не дают ответа на ряд крайне важных вопросов. Теория и идея того, что в мозгу есть Language Acquisition Device, пока не подтверждается, потому что пока никаких Language Acquisition Device в мозгу не найдено. Social Learning Theory не подтверждается по одной простой причине. Если дети только имитируют, каким образом тогда они учатся создавать оригинальные произведения? Пока ответа на этот вопрос тоже нет. Есть еще одна теория, она называется Interactionist Theory. Она, наверное, чуть ближе к тому, о чем мы всегда с вами говорим и на методике, и на педагогике, и на психологии. Она гласит, что дети овладевают языком через взаимодействие. То есть ребенок не научится говорить, если он только слушает. Сколько бы... И включали, сколько бы мы детям не рассказывали на уроке на английском языке интересной истории. Сколько бы мы не делали упражнений по грамматике, пока мы не будем делать упражнения на говорение, ребенок говорить не научится. Эта теория подтверждается как раз. Были такие случаи, которые описаны в педагогической и психологической литературе. Несколько случаев в США таких было. Ребенок родился в семье глухих родителей. Родители не слышат, они объясняются языком жестов. И, соответственно, с ребенком тоже таким языком объясняются. Между тем, у ребенка слух нормальный. Дома он в детстве смотрел мультики, слушал телевизор и так далее. С родителями общался языком жестов. И такие дети не научаются говорить до тех пор, пока не идут в школу и не попадают в ситуацию, когда им приходится говорить, потому что язык жестов не понимает. То есть, посмотрите, они все понимают. Слух нормальный. Общаться могут, но говорить так и не научились, пока не попали в нужную среду. Развитие ребенка на уроке английского языка идет по нескольким направлениям. Давайте мы теперь посмотрим каждое из направлений конкретно уже с примерами. Примеры будут из федеральных курсов английского языка EnjoyEnglish, happyenglish.ru и millenium.english. Эти все курсы находятся в федеральном перечне. Ко всем курсам есть обучающие компьютерные программы. И я параллельно для тех учителей, кто работает по этим курсам, скажу, что в этих курсах появилось нового. Для того, чтобы вы просто знали, какими материалами вы можете воспользоваться. Итак, первое направление – это развитие интеллектуальное. Делается для того, чтобы мобилизовать интеллектуальные ресурсы, чтобы повысить эффективность обучения. Какие способы и средства можно использовать на уроке для того, чтобы добиться интеллектуального развития ребенка? Во-первых, это задание на выявление закономерностей и связей, включая суда и причинно-следственные, хронологические связи и так далее, и отношения явлений. Работа с символами и знаками. Умения анализа, синтеза, обобщения информации лежат в основе гибкости мышления и творчества. Развитие происходит с помощью соответствующих заданий, с помощью дидактических ролевых игр, и, конечно, оно идет комплексно и направленно способствует на формирование целостной картины мира. Давайте посмотрим на несколько примеров. Я, с вашего позволения, увеличу слайды. Скажите, пожалуйста, коллеги, удобно, если слайды будут такого размера? Да, ну что ж, тогда продолжаем. Давайте посмотрим на примеры. Как, например, у детей... ...анализа в курсе happyenglish.ru. И здесь мы обучаем детей семантике. В этом курсе есть два важных принципа. Первый принцип следующий. Как только вводится новая лексика, работает принцип наглядности. Все, что можно нарисовать, обязательно на картинках нарисовано. Но, кроме того, второй принцип обязательно... Но вся новая лексика и все тексты учебников записаны еще и на аудиоприложения актерами. То есть дети могут увидеть, дети могут услышать. Но, кроме этого, дети учатся анализировать. Давайте я покажу пример такого упражнения из учебника для второго класса. Робинзон — это старый попугай, один из героев нашего учебника. Поскольку он старый, он и забывает постоянно все. И так далее. Робинзон рассматривает предметы на рисунках, но он забыл, как они называются. Произнеси эти слова по-английски. И посмотрите, у нас есть картинки, и у нас есть определения. То есть мы идем через смысл, через значение слова, а дети слова должны по-английски сказать. Определения простые, детям вполне доступны. Например, на этом можно спать, походный домик, этим можно писать буквы, о нем нужно заботиться. Это цифра, там лежат консервы, там лежит мусор. И вот у нас эти слова. Pet, tend, bed, pen, tend, tin, bin. То есть те буквы, пока еще немногие, это всего лишь седьмой урок, которые дети уже изучили, они уже могут применять на практике для того, чтобы проанализировать и выдать такие слова. Умение анализа формируется и на материале грамматическом. Например, следующим образом. Мы не просто говорим об артиклях, мы не просто выполняем упражнения, в которых нужно поставить в нужное место, подобрать соответствующий артикль. Но мы учим детей анализировать, к каким из этих слов может пришвартоваться кораблик a. Пожалуйста, у нас есть здесь существительные. Например, pig, pen, tend. У нас есть имена. Bill, pet, peg. У нас есть прилагательные. Big, bad и так далее. То есть для того, чтобы выполнить это задание, которое в игровой форме сделано, мы помогаем кораблику пришвартоваться на карте. Для того, чтобы выполнить это задание, опять же, нужен анализ. Причем в такой ситуации, которая детям понятна. Умение анализа формируется и на материале фонетики. Например, опять же, пример из учебника HappyEnglish.ru для второго класса. Посмотрите, сначала дети познакомились с определенным правилом чтения. Затем они в упражнении номер три читают слова, которые по правилу даются. Затем и тут же анализируют, правильно они это сделали или неправильно. Подчеркни слова, в которых ты сделал ошибки, повтори правила, по которым они читаются. А вот затем задание на анализ. Это пары из букв, буквы сочетаний и звуков, которые они могут обозначать. Одни и те же буквы и звуки могут участвовать в нескольких парах. То есть, посмотри, дети анализируют звукобуквенные соответствия, причем они смотрят и на сочетаемость звуков, и на транскрипцию, и на написание. Правда же? Одна из коллег пишет, у меня немного низ слайда не виден. Я потом уменьшу слайды. У нас сейчас пока то, что мы читаем вверху, страница изображена. Поэтому вы сейчас ничего не потеряете. А потом я сделаю чуть поменьше разрешения. Или вот, например, умения анализа развиваются при обучении чтению даже на уровне алфавита. Седрик, это наш волшебный ворон, один из героев курса для начальной школы happyenglish.ru. Седрик оставил Ане записку, как его найти, но она зашифрована. Ворон заменил каждую букву той, которая следует в алфавите за ней. Например, вместо A он написал B. Он написал P, а вместо Z – A. Помоги Ане прочитать записку. То есть дети расшифровывают записку, а для того, чтобы расшифровать, им надо еще раз проанализировать, в каком порядке буквы стоят в алфавите. И посмотрите, насколько интересное получается упражнение. Правда же? То есть дети не просто повторяют алфавит, они не просто поют алфавитную песенку, хотя в этом курсе алфавитная песня очень интересная. Но они именно выполняют задание, они расшифровывают записку для того, чтобы помочь одному из героев. Правда же? То есть задание становится из того, что могло бы быть скучным, оно становится весьма увлекательным. Умения анализа тренируются и на чтении художественных текстов. Вот, например, стихотворение Рейдерда Киплинга, которое дети читают с помощью учителя. Вот такое. I keep six honest seven men. They taught me all I knew. Their names are what and how and where and who. И так далее. Я не буду все читать. Дается оно затем, приводится в переводе маршака. Есть у меня шестерка слуг проворных удовых. Вы все это знаете стихотворение. А после этого мы начинаем в первом приближении делать анализ текста художественной. То есть детям дается упражнение ответить на вопросы. О каких слугах идет речь стихотворения? Почему автор стихотворения говорит, что все знает от них? Почему автор стихотворения иногда дает своим слугам отдохнуть? И, наконец, почему маленькая девочка никогда не дает отдых своим волшебным слугам? И только после того, как дети осознали эти моменты, после того, как они примерили это на себя, тут же не зря заданы вопросы про маленькую девочку, правда? Мы помогаем это встроить в систему знаний о мире детей. Следующим упражнением. Что можно сказать о человеке, который хочет все знать? Любопытный, любознательный или интересный? А после этого идет, собственно, отработка языкового материала. Найди в этих вопросах шесть волшебных слуг, у нас даются вопросительные предложения. А затем подбери к каждому вопросу упражнение семь правильный ответ. То есть упражнение, в общем-то, грамматическое, но, опять же, сделано на основе анализа художественного текста. Вот сразу коллеги комментируют. Манан Дрифнов на Ростовцево пишет. Интересные задания, спасибо. Ольга Хомченко, обожаю happyenglish.ru. Кстати, вы знаете, уважаемые коллеги, Клара Исаковна Кауфман, один из авторов этого курса, планировала принять участие в вебинаре. Так что, Клара Исаковна, если вы нас слышите, если вы принимаете участие, напишите что-нибудь в чате, передайте пример участникам. Коллеги, те, у кого звук прерывистый, это, к сожалению, зависит от того, как у вас интернет работает, мы видеозапись вебинара выложим. Вы ее сможете посмотреть, там будет качество. И презентацию с вебинара мы тоже выложим. Я не уверен, что мы успеем это сделать сегодня, но завтра обязательно это появится на портале. Пойдемте дальше. Примеры заданий на развитие умений анализа и классификации из курса Милле. Вот учебник для четвертого класса. Задание следующее. Вверху страницы. Unscramble and write the words into three groups. Даются слова, в которых буквы перепутаны местами. То есть здесь дети вспоминают и отрабатывают орфографию еще раз. А затем посмотреть по типу чтения. Found, find, learn. То есть по слогам, по тому, как требуются слова читать, дети их распределяют по буквам. Правда же? А вот пример задания на развитие умений анализа и классификации из нового учебника Enjoy English для пятого класса. Посмотрите, у нас есть много писателей. Оба и писатели, и ученые. Один из писателей лингвист и создатель одной из величайших книг 20 века в жанре фэнтези. Это Джон Рональд Руэл Толкин. А второй писатель это, всем известный, Чарльз Дарвин. И перед этим текстом у нас есть задание. Нам нужно выбрать слова и даты и распределить их по текстам. То есть то, что относится к одному писателю, то, что относится к другому. Мы здесь анализируем тексты, анализируем наши знания об этих писателях и смотрим на значение уже слов здесь. Вот еще один из примеров заданий на анализ и классификацию. Это пример из учебника Enjoy English для шестого класса. Уважаемые коллеги, я еще больше увеличу слайд, а после этого я его уменьшу, чтобы вам было удобно посмотреть. Задание следующее. Это жесты. Которые используются при дайвинге. Посмотрите, пожалуйста. То есть дайвинг это подводное плавание. У нас дает список жестов от упражнения 68, их изображения. И дети пытаются проанализировать их и догадаться, какие жесты означают. Какой жест, например, let's go up, let's go down, are you okay, I'm okay, I'm not okay и так далее. Почему это важно? Ну, представьте, вы погружаетесь с инструктором, и у нас есть вот такой жест. Как вы считаете, что этот жест обозначает? Вот такой жест повторю. Окей. А вот этот жест что обозначает? Вверх пишет Татьяна. Совершенно верно. Вот представьте, у человека спрашивают. У человека спрашивают. Да, мне все нравится. А для инструктора это сигнал срочного всплытия, потому что с человеком плохо. Правда же? То есть вот эти жесты, их знать нужно. И здесь мы как раз учимся анализировать. Конечно, мы не готовим детей к подводному плаванию, но мы показываем, как можно еще выразить свои желания, намерения и так далее. Задание на развитие памяти. Давайте посмотрим. Вот, например, задание из учебника Enjoy English для второго класса. Задание следующее. Посмотри на картинки. Закрой книгу и скажи, какого цвета животные на картинках. Например, the duck is grey. А после этого идет задание на анализ. Не только на развитие памяти, но и на анализ. Записи кролика Мартина попали под дождь. Давай попробуем их прочитать. Скажи, какие буквы исчезли. То есть дети анализируют текст уже. Есть такого рода задания, естественно, и в курсе hotenglish.ru. Вот пример игры из учебника для второго класса. Я, пожалуй, чтобы сэкономить время, не буду подробно про нее говорить. Но вы ее можете найти и в самом учебнике. И самое главное, когда вы скачаете презентацию, завтра можете посмотреть подробнее на презентацию. Вот кто-то пишет, биболитвы, много таких заданий. Да, действительно, в учебниках курса enjoymish очень много заданий. И на анализ, и на развитие памяти. И так далее. Задания на когнитивное развитие. Это загадки, ребусы в начальной школе и так далее. А в старших классах я покажу примеры заданий. Давайте мы с вами посмотрим на такие упражнения. Итак, ты готов к проведению конкурса загадок? Давай сначала устроим разминку. Послушай загадку об одном из животных, спрятавшихся на поляне. Кто это? Давайте мы с вами эту загадку послушаем и посмотрим, что же там за животное у нас спряталось. Готовы слушать? Пускаю. Урок 51 Упражнение первое Послушай загадку об одном из животных, спрятавшихся на поляне. Кто это? Вот такое вот упражнение, оно довольно простое, правда же? Урок 51 Ну, тем не менее, эта загадка для детей как раз вполне подходит. То есть, посмотрите, дети отгадали, а затем идет отработка. Загадай свою загадку одноклассникам, постарайся отгадать их загадки. И, наконец, после того, как дети оттренировали свое умение описывать животное, вспомнили, они в предыдущих уроках об этом говорили, у нас идет упражнение. Продолжим наш конкурс, расшифруя объявления о потерявшемся слоненке. Так, у нас есть несколько вопросов. Например, Елена Нойкова пишет, извините, когда ссылка будет? Уважаемая Елена, если вы имеете в виду ссылку на сертификат, ссылка будет в конце вебинара. Дети любят такие задания, очень нравится учебник, можно выбрать материал для любой категории учеников. Действительно. В английском есть такой принцип – избыточность упражнений. Там всегда заложено упражнений больше, чем можно выполнить за один урок. То есть, в любом случае, если сильный класс, он и все, может быть, сделает. Если класс послабее, мы всегда можем выбрать ровно то, что мы считаем нужным, что нам подойдет для нашего учебника. Правда? И, посмотрите, действительно, довольно простое упражнение, и в то же время оно интересное. Для второго класса, первого года обучения, оно абсолютно подходящее. Есть задания для того, чтобы развивать у детей не только познавательные способности, но еще и умение вероятностного прогнозирования. Задание вот такое. Play a guessing game with your classmates. Instruction. Write a list of five things you need at school. Don't share the list to your classmates. Find out what things your classmate has on his, on her list. Example. Have you got a pen? Yes, I have. Have you got a rubber? No, I haven't. И так далее. И в завершении этого упражнения. If you find out all five things first, you are the winner. С нашей точки зрения, с точки зрения языкового материала, дети отрабатывают вопросы и краткие ответы с выражением have got, has got. Правда же? С точки зрения детей, они играют, у них соревнования появляются, дети очень любят посоревноваться. И в то же время мы учим детей не просто так высказывать предположения, а учитывать контекст ситуации. То есть подумать, что реально может быть в портфеле у одноклассника, исходя из ситуации общения. Есть задания на вероятностное прогнозирование, конечно же, и в других курсах. Вот, например, пример такого задания из учебника hopenglish.ru для четвертого класса. Посмотрите. Задание звучит следующим образом. Поработайте в парах A и B. Информация для A на этой странице, информация для B. Я для вас обе страницы положил на слайд. Задание сформулировано следующим образом. Задается речевая ситуация. У тебя есть рецепт, но не указано количество продуктов. Попытайся догадаться, рецепт какого блюда тебе предлагается. Спроси своего друга, правильно ли ты угадал. То есть дети по образцу задают вопросы, а затем узнай у своего друга, сколько продуктов из этого списка тебе нужно. Например, how much do I need, how many do I need. И вторая часть этого задания. Твой друг хочет узнать, какое блюдо ты будешь готовить. Ответь, правильно ли он догадался. Ответь на все остальные вопросы своего друга. То есть фактически дается установка на диалог с целью обмена фактической информацией. Но кроме этого, дети учатся еще и угадать из контекста, из той информации, которая им известна, дополнить, создать целостную картину мира. Правда же? Вероятностное прогнозирование задания и... ...точка.ru для четвертого класса. Загляни в магический шар и попытайся предсказать свое будущее через 15 лет. Выбери свои ответы на варианты в скобках. То есть дети пытаются говорить по опоре. Например, I will live in my house with my family, with my friends, with my mom and dad и так далее. I will work, go to university, travel и прочее. А после этого узнай, как твой друг видит свое будущее. И вы знаете, это упражнение, оно, конечно, направлено на ребенка. Ребенок сам о себе думает. Но это очень важное умение. Потому что, на самом деле, мы ведь не привыкли четко планировать свою жизнь. Спроси у нас, что мы рассчитываем через 5 лет, и уж тем более через 15 лет делать, далеко не каждый откликнется. Потому что мы очень часто об этом не думаем. Правда же? Умение цели, полагание и планирование формируется с... Четкого объяснения цели задания и четких инструкций, пошаговых. Например, вот такая проектная работа из учебника Enjoy English для второго класса. Задания звучат следующим образом. Для того, чтобы сделать смешную закладку, тебе понадобится лист белой бумаги, фломастеры и ножницы. То есть мы четко объявляем цель, что мы собираемся делать. Закладку. Затем идут четкие инструкции, пошаговые, с картинками, как эту цель сделать. То есть мы учимся цели придерживаться. И после этого у нас есть задание на взаимодействие со сверстниками. Прочитай свой рассказ о животном одноклассникам. Не показывай им рисунок. Тот, кто первый решит твою загадку, получает закладку в подарок. То есть у нас здесь есть и коммуникативный выход и так далее. И действительно, ученики любят выполнять проект даже слабые. Читаю комментарии. Очень многие пишут, например, скажем, пишет Манан Трифна Ростовцева. Много лет назад начинала апробацию сразу двух УМК. Бибалетова и Полякова в начальной школе. В итоге остановилась на Enjoy English. Да и продолжения линии УМК Поляковой не было. Вообще замечательно, что сейчас так много выбора и материала. Спасибо и успехов. Проектные работы. Проекты это супер. Детская слабость. Слабые ученики любят и так далее. Уважаемые коллеги, я проводил в сентябре большой вебинар. Об использовании проектной деятельности в уроках. Если вам интересно, посмотрите. Там очень много примеров и того, и как проекты можно использовать и так далее. Мы приучаем детей и конкретизировать абстрактные понятия. А для этого в разных курсах тоже авторы поступают по-разному. В Enjoy English используются знаки и символы. Это грамматические модели. Зачем нужны грамматические модели? Затем, чтобы вместо... ...конятия, которые дети пока еще не знают. Дело в том, что мы очень часто опережаем материал грамматический по сравнению с уроками родного языка. Например, мы уже давным-давно объяснили детям, что такое прямое дополнение, а на русском языке дети это только проходят. Отчасти это связано с тем, что у нас просто разные грамматические структуры. Ведь у нас есть явления, которые в одном языке существуют, а в другом нет. Взять, например, тот же артикль. А есть явления, которые не совпадают по частотности в языках. Например, в английском языке герунди сплошь до рядом встречается. Это очень продуктивный способ словообразования. А в русском языке от глагольных существительных мало. Например, хождение, пение. Ну и, в общем-то, их не так много можно припомнить. Правда же? И вот здесь дети с помощью грамматических моделей уходят от этой сложности, от опережения программы. Потому что вместо того, чтобы им думать, например... Это глагол, это существительное или это местоимение. Может ли оно в роли подлежащего быть? То есть сразу целых два вида анализа делать, морфологический, синтаксический. Дети знают, что квадратик незаштрихованный — это действующее лицо. Заштрихованный квадратик — это объект, на который направлен действие. А треугольничек — это глагол, то есть само действие. И весь второй класс дети оперируют этими понятиями и моделями. А в третьем классе мы уже традиционно объясняем с помощью таблиц, с помощью правил грамматику. Там у нас только шесть моделей, по-моему, или семь за весь класс добавляется. А в четвертом классе совсем уже переходим на... Переходим на традиционное объяснение. Маленький комментарий, извините, не удержался. Очень приятно такие вещи читать. Михаил Гаврилин пишет. Алексей, спасибо за вебинар по проектной деятельности. Очень помог в работе. Открытый урок прошел на ура. Где можно посмотреть вебинар проектной деятельности? Спрашивает Галина Евгеньевна Завгородня. Галина Евгеньевна, на форуме на EnglishTitchers.ru у нас есть раздел «Семинары и вебинары». И там есть такая тема — «Видеозаписи вебинаров». Чтобы вам долго этот раздел не искать, зайдите на форум и в окошке «Поиск» впишите слово «Видеозаписи» или просто «Видеозаписи вебинаров». Вам быстро ссылка будет дана. Вот посмотрите с моделями. Кому-то удобно с символами работать, кому-то не очень работать удобно. Правда же? Поэтому здесь получается уже кто как работает. Например, кто-то не всегда правильно определяет, где действующий лицо или объект действий и так далее. это как раз умение анализа. Кто-то говорит, модель... ...пишет Иван. Вы знаете, дело в том, что для того, чтобы модели работали, их нужно систематически применять, не от случая к случаю, и объяснить детям. Если вам неудобно это объяснять, вы же можете без модели прекрасно обходиться. Правда? Тогда вы их просто игнорируете. А если вам удобно, попробуйте. Вдруг-то поможет. Посмотрите, сколько учителей говорят, что у них модели работают хорошо. К тому же упражнения на моделирование есть в обучающих компьютерных программах к курсу Enjoy English для начальной школы. Посмотрите, там специальный раздел есть, Grammar Models, и с ними можно работать как следует. Вот у кого-то некоторые модели работают, у кого-то помогают и так далее. Ну что ж, пойдемте дальше. Как еще можно конкретизировать абстрактные понятия? Совершенно другой подход используют авторы курса happyenglish.ru. Для того, чтобы обучать детей грамматике, они не используют модели. Вместо этого в начальных классах детям рассказывают то есть сложные абстрактные понятия для детей персонифицируются. Есть такая грамматическая страна Do the Done, ее населяют глаголы дракоши. И вот там про каждое грамматическое время есть целая история, которую дети легко понимают, легко воспринимают и затем делают уже упражнения. Для того, чтобы научиться понимать разницу между целым и частью, сопоставлять и анализировать, есть и другие упражнения. Вот, например, упражнения из учебника Милли для четвертого класса. Дети дают определение. Например, a teacher is a person who works at a school. И даются дальше опоры, по которым дети учатся определение создавать. Могут использоваться ролевые игры. Посмотрите, пожалуйста, здесь дети на уроке делают роботов из бумаги и после этого играют в игру. Can you find my robot, please? Sure. Has it got long legs? No, it hasn't. Yes, it has. Can it jump? No, it can't. Can it walk? Yes, it can. И дети угадывают, какого робота свой их партнер загадал. Правда же? Есть ролевые игры и в учебниках happyenglish.ru, естественно, в курсе. Я не буду подробно, пожалуй, останавливаться на них, но посмотрите, игры, опять же, в этом курсе всегда очень четко вовлечены в конкретную речевую ситуацию. Например, вот такая игра. Поработайте в парах. Один из вас официант, другой клиент детского кафе. используйте фразы из упражнения такого-то. Мы отрабатывали эти вещи. Официант, предложите клиенту блюдо из меню, повторите заказ клиента, запишите и так далее. А клиент делает свой выбор. На самом деле, этот диалог предвосхищает то, с чем дети. И могут столкнуться в ЕГЭ. В ЕГЭ, вы сами знаете, есть диалог, в котором нужно и обменяться фактической информацией, как официант предлагает клиенту блюдо, и сделать выбор, и объявить о своем выборе. Правда же? Развитие умения анализа в средней школе уже используется и таким образом. Например, в учебнике нью-модельной миглижи до 6 класса очень много заданий на анализ графиков, таблиц и схем. Такие задания популярны в международных экзаменах. Например, в экзамене IELTS они очень часто встречаются. А также такие задания часто включаются в региональный этап Всероссийской Олимпиады. Я являюсь членом жюри Всероссийской Олимпиады по городу Москве. Это региональный этап считается, поскольку Москва это отдельный субъект федерации. И вы знаете, два года назад, например, детям как раз давалось задание сравнить две таблицы, их обсудить в диалоге. Какие задания должны сделать выводы, да еще и задать вопросы. И далеко не все дети с этим хорошо справлялись, уж поверьте. Между тем, такие задания в УМК включаются. А развивать умения анализа можно и на проектах. Вот еще один проект из учебника New Line of English для 6 класса. Его тема звучит следующим образом. How healthy are we? И посмотрите, как здесь работа идет. Дети сначала проводят опрос с целью выяснить, какие привычки есть у их одноклассников, а затем они анализируют в целом, насколько эти привычки здоровые или способствуют формированию здорового образа жизни и делают плакат на основании этих вещей. Сразу отвлекусь на вопросы, где взять обучающие компьютерные программы. Уважаемые коллеги, программы продаются в магазинах, а также вы их можете купить в интернет-магазине. Если вы зайдете на главную страницу, там есть вкладочка интернет-магазин. Зайдите туда, выберите обучающие компьютерные программы и для того, чтобы эти программы получить, вы можете выбрать не по почте, а сразу скачать. Выбирайте электронную доставку, покупаете с электронной доставкой, тут же скачивайте установочный файл, вы его можете на флешке хранить, на диск записать, на жестком диске компьютера, как угодно. И тут же будет код активации. Пойдемте дальше. Еще один пример развития умений анализа и синтеза, но урок уже называется Be a Detective. Детям дается коммуникативная ситуация, описывается случай с правонарушением и дети выдвигают гипотезы, анализ на основе своих анализа, пытаясь понять, кто же здесь был преступником, что же там случилось на самом деле. Правда? Вот еще один пример заданий на интеллектуальное развитие детей. Этот пример уже из девятого класса, из учебника HopEnglish.ru. Наши герои этого учебника по сюжету попадают в Америку, а попали они туда не просто так, они следуют за древним-древним сокровищем. Это сокровище о нем знали еще друиды, и один из героев из прошлого в 1599 году, он сначала жил, когда мы с ним впервые встречаемся, Робин МакКвизерд, он наследник этой тайны друидов, и он отправляется в Америку для того, чтобы укрыть сокровище от жадных правителей своего времени. Я увеличу опять страничку, давайте посмотрим, каким образом мы узнаем про сокровище. Мы читаем страничку из дневника Робина МакКвизерда, который отправился во мне и он специально оставил такую зашифрованную информацию, чтобы отгадать ее могли только современные нам с вами люди, а никто из прошлого понять ее не мог бы. Итак, а те, кто откроет это сокровище, как Робин говорит, от одной из величайших сокровищ на свете. Загадка звучит следующим образом. So follow me and walk the road of stars. Then come to the hills that shine with gold. Here is a map to help you if you have any trouble. Then find the place where the first, the third, the sixteenth and the twenty-sixth meet. Look up and you'll see a huge white horse. Under this horse there is a deep cave. Follow the pictures on the cave wall and they'll lead you to the treasure. And, in order to come to this place, we first need to learn, to find a flag that every one is in the indie. And they're not supposed to be placed in the dark space. At this point, every one has the highest or higher state. Нам нужно узнать, кто же такие, кто они такие, оказывается, что это президенты штатов, где они вместе изображены, это гора Рашмур. Я не буду дальше рассказывать вам детективную историю, но наши ученики вместе с героями, анализируя события из истории, страноведческие материалы и так далее, узнают, куда же им все-таки надо попасть, у них полное путешествие, полное приключение происходит. Вот комментарий Елены Заболуевой. Мои ученики сказали, что если бы им так преподавали нашу историю, то они были бы в восторге. И вот посмотрите, дети эту... ...узнают, то есть здесь действительно интеллектуальное развитие детей, не только фоновые знания даются и приходят к этому сокровищу. Я не буду вам подробную историю рассказывать, хотите узнать, посмотрите книги для учителя из happyenglish.ru, а еще лучше снимите учебник с полки в библиотеке и посмотрите. Там действительно увлекательные вещи, не зря коллеги рассказывают вам об этом. А вот примеры заданий на интеллектуальное развитие из учебника EnjoyEnglish 11 класс. Помните, я вам говорил, когда приводил принципы основной brain-based approach, о том, что дети должны не только учиться интеллектуально работать, но они должны осознавать, каким образом, какие наиболее успешные способы решения определенных интеллектуальных задач. И посмотрите, вот у нас целый урок посвящен такой теме, thinking like a genius. И мы узнаем, каким образом решали задачи, как думали известные люди, изобретатели, ученые и так далее. ...меряют на себя и затем анализируют свои знания и умения. Стимулируем мы интеллектуальное развитие в курсе EnjoyEnglish и с помощью таких вещей. Посмотрите, в 11 классе у нас есть ребусы и загадки. У нас есть и linguistic puzzles, и numerical tasks, и engineering challenge tasks. То есть это именно развивающие упражнения. Конечно же, развивающее обучение наиболее актуально в начальном школьном возрасте. Но у нас всегда есть развивающие задачи, правда же, не только воспитательные, не только познавательные. И, конечно, именно вот эти моменты из приемов развивающего обучения, они идут вместе с нами в курс, вложенный вплоть до 11 класса. Какой у нас есть? ...развитие существует. Второе направление развития — это развитие эмоциональное. Зачем это нужно? Затем, чтобы можно было поддержать память и внимание у детей через положительные эмоции от урока, да еще и мотивировать. Вы знаете, ряд исследований показывает, что, к сожалению, даже взрослые люди не всегда хорошо умеют идентифицировать эмоции собеседника. Вы знаете, бывают ситуации, ребенок что-то делает на уроке не то, вы на него смотрите укоризненно, а он продолжает делать, как будто не замечает. На самом деле он просто не распознал вашу эмоцию. Есть специальные сайты, которые позволяют вам проверить себя. Вам предъявляются фотографии, и вам нужно, там задание на multiple choice выбрать, вариант, какую эмоцию человек испытывает. И вы знаете, далеко не такое простое задание. Оказывается, когда вы, например, выбираете эмоции, не всегда легко, например, по людям, представителям совсем другой народности. Например, по африканцам или по японцам, какие у них эмоции, далеко не всегда определить. Если для взрослого эта задача сложна, то, поверьте, для детей в начальной школе еще труднее она оказывается. Каким же образом можно развивать детей с точки зрения их эмоциональной сферы? Здесь три этапа. Первый этап – это развитие опыта эмоционального реагирования на забавную или радостную ситуацию, чтобы ребенок понимал, что ситуация забавная, и учился реагировать хотя бы улыбкой. Второй этап – это развитие эмоциональной экспрессии, чтобы дети могли выражать свои собственные эмоции через игры и эмоционально окрашенные речевые ситуации. И, наконец, третий этап – это овладение словесными обозначениями эмоций, то есть, собственно, наш с вами языковой и речевой материал. Эмоциональное развитие, естественно, способствует и повышению мотивации ученика. Давайте посмотрим. Вот примеры таких заданий. Это пример из грамматического справочника к учебнику Enjoy English для второго класса. Посмотрите, пожалуйста, детям дают ситуативные картинки, и картинки довольно забавные. Например, у нас один из наших героев, Трикки, живет в домике, и на дереве его друг клоун Том сидит, наблюдает, что же там происходит во дворе. Тим спрашивает, «Has he got a pet?» Том отвечает, «Yes, he has». А в это время мимо домика идут медвежонок Билли и его подруга Кошечка. Кошка, естественно, боится собак, поэтому она спрашивает, «Has he got a big angry dog?» А Билли отвечает, «No, he hasn't». А если мы посмотрим на домашнего животного, кто там в будке, в этом дворе? Видите, нет? На картинке. Там крокодил. То есть ситуация довольно забавная, и детям нравится. Или, например, ящерица встречает черепаху, и она спрашивает, «Where do you live?» А черепаха отвечает, «I live in the house», потому что она же домик с собой носит. То есть вот такие ситуации, которые довольно забавны, дети очень улыбаются хорошо во втором классе, когда это видят, они как раз помогают грамматическое правило заметить и понять. Правда же? Пойдемте дальше. С третьего класса, кстати, сразу же хочу сказать, в Enjoy English правила даются через правила, через таблицы, потому что дети уже привыкли, у них уже абстрактное мышление формируется, они уже в состоянии это понять. Но во втором классе основные вещи запоминаем через речевую ситуацию сразу же. Идентификация эмоций. Пример из учебника «Hotting-Wash-Toyce». Для этого часто очень используются песни. И задание следующее. Послушай песенку. Про кого она? Герою песенки весело или грустно? А затем, после того, как мы ее послушали, мы ее читаем, а потом слушаем, как ее читает Мартин, и повторяем. Песня называется «A Happy Nome». Я вам хотел показать другую песню для детей постарше из четвертого класса. Песня называется «Christmas Star». Она используется не только для того, чтобы создать рождественскую атмосферу, ну, у нас ведь скоро Рождество, правда же, но и для того, чтобы дети могли использовать лексику, которую они изучали, и научиться применять ее в жизни. После каждой песни обязательно идет караоке-версия, и я вам сразу хочу сказать, стили музыкальные в этом курсе, песни авторские практически все, музыкальные стили самые разные используются. И кантри, и рэп в третьем классе, например, когда дети про семью говорят, они... слушают «Family Rap», и так далее. Давайте мы послушаем с вами песню, которая называется «Christmas Star», и попробуем сказать, будет она формировать определенную атмосферу на уроке, и если да, то какую. Послушайте и напишите, какие у вас возникают ассоциации, хорошо? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну что ж, судя по вашим реакциям, вам песня понравилась и атмосфера сразу создается, правда же? Хотел отметить еще раз, что в учебнике в этом курсе используются не только песни разных жанров, но они используются с разными целями. Это и обучение грамматики, и отработка лексики. Если вам интересно подробнее про песни узнать, Клара Исакуна проводила как раз год назад, в декабре, под Рождество, вебинар по использованию песен в обучении английскому языку. Видеозаписи вебинара мы выложили на форум, можете посмотреть, послушать, там очень много песен приводится, много интересного. Кто-то отмечал, что в Enjoy English меньше песен. К начальному курсу Enjoy English автор рекомендует использовать сборник песен Game Songs. Этот сборник отдельно продается, к нему тоже аудиодиск есть, его можно и с Enjoy English использовать, и с другими учебниками. Вот Клара Исакуна как раз комментирует про песни. Действительно, эти песни находятся на аудиодисках к учебникам. Вы сейчас слышали песню к учебнику HappyEnglish.ru для четвертого класса. Есть очень красивая рождественская тоже песня Christmas Bells во втором классе и так далее. Пойдемте дальше. Вот еще один пример заданий на эмоциональное развитие детей. В седьмом классе, когда дети говорят об экологии, авторы их просят выполнить небольшой тест, который поможет им определиться, как они вообще относятся к экологии. Это тест в виде схемы, но фактически для того, чтобы по этой схеме пройти, то есть дети выбирают, согласны они или не согласны с утверждениями, им приходится прочитать по мини-рассказику. И в конце у нас даются ответы, которые в то же время вызывают эмоции. Дети далеко не всегда осознают, что их собственное отношение к экологии... Это не просто факт, но этот факт, который может вызывать определенные эмоции. И посмотрите, какие ответы даются. Например, Дети иногда не осознают, что их отсутствие заботы об экологии может выглядеть... А здесь авторы как раз об этом и говорят. То есть кроме фактической информации мы обращаемся и к эмоциям детей. Помните, я ведь не зря говорил... У нас два вида памяти. Не только то, что мы повторяем, но и мгновенный опыт, который мы приобретаем. Вот здесь как раз направлено через опыт, через эмоции закрепить отношения... Вопрос возникает, что за учебник на слайде, звук исчез. Уважаемые коллеги, посмотрите сверху. Я все время подписываю на каждом слайде пример из какого учебника. Вот здесь, hopenglish.ru для седьмого класса. Пойдемте дальше. Еще одно направление развития ребенка на уроке английского языка. Это развитие чувственного восприятия. То, что по-английски называется sensory development, оно очень тесно связано с интеллектуальным развитием. Потому что, например, оно связано с хитнозом информации, когда мы целые воспринимаем по одному из признаков. С анализом информации, когда мы различаем отдельные признаки целого. И с развитием мелкой моторики. И вот это чувственное восприятие лежит в основе поисковых способов ориентировки. Цель такого развития – обеспечить возможность развития детям с различными познавательными стилями и особенностями восприятия. А средства и способы – это использование мультисенсорного подхода. Я про него сейчас скажу несколько слов. Использование поделок, физкульт-минуток и подвижных игр на уроках. И развитие чувственного восприятия способствует развитию наглядно-действительного мышления, дифференциации, индивидуализации обучения. С учетом способов восприятия информации. Вы знаете, что в каждом классе у нас дети делятся на аудиалов, те, которые информацию воспринимают на слух, визуалов и кинестетиков. Мы с вами, даже взрослые люди, мы уже стали универсалами. Мы и так, и так, и так можем информацию воспринимать. Но у нас все равно остаются предпочитаемые, прошу прощения, способы восприятия информации. Вот скажите мне, пожалуйста, Надежда Григорьевна Михайловна просит уменьшить слайд. Коллеги, я уменьшу слайд, чтобы было всем удобно, а потом, если надо, увеличу. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые коллеги, кто из вас, вернее, есть ли среди наших слушателей те, кто любит выполнять работу под музыку? Тетрадки проверять, к уроку готовиться, чтобы какая-нибудь музыка звучала на заднем фоне. Есть такие. Посмотрите, вот это вот, скорее всего... Более того, я думаю, что аудиалы обычно, даже если они на семинаре на каком-то или на собрании присутствуют, они предпочитают садиться на задние ряды. Почему на задние? Потому что им не так важно видеть лектора, им достаточно его хорошо слышать. Правда же? А есть коллеги среди вас те, кому любые звуки посторонние мешают, кому хорошо работает в тишине прежде всего. Есть и такие. Это визуалы. И вы, скорее всего, на собраниях, на совещаниях, на семинарах садитесь в передние ряды, потому что вам важно хорошо увидеть. Более того, когда вы вспоминаете информацию, аудиалы скорее вспоминают, как им это рассказывали, а визуалы вспоминают, как они ее видели. Но у нас бывают и киноэстетики. Обычных процентов 10 бывает в каждом классе, но иногда бывает и больше. Тут уже от того, как класс скомплектован, все это зависит. Вы знаете, я всегда говорю, самая страшная вещь, когда студенты в общежитии, в одной комнате живет аудиал и визуал. Аудиал делает уроки, включает музыку, ему хорошо. Визуал кричит, выключи музыку, ты мне мешаешь. Аудиалу без музыки, наоборот, тяжело. А есть люди, которым бесполезно показывать картинки, им бесполезно объяснять что-то, им надо показать, как что-то делается руками. Вот они руками попробовали, они это потом запомнят. Это киноэстетики, правда же? То есть, вот такие вот моменты у нас есть. Каким образом мы развиваем детей? Я снова увеличу слайд, для того, чтобы было видно хорошо. Если верх и низ чуть-чуть съедается, ничего страшного, я все скажу, что там есть. Главное, чтобы вы страницу учебников видели. Посмотрите, пожалуйста. Например, игра из учебника HopEnglish.ru для второго класса. Как раз перед Рождеством дети в нее играют. Она называется Путинг из муки. Я не буду долго про нее рассказывать, вы про нее можете потом прочитать, но такого рода упражнений немало. Есть элементы мультисенсорного подхода и в курсе Enjoy English. Например, вот такое упражнение из учебника для третьего класса. Посмотрите. Сначала дается коммуникативная ситуация. Роуз и Эндрю хотят создать робота для полета на далекую планету. Рассмотри картинку. Послушай и повтори слова. Постарайся их запомнить. Слов у нас немало, но новых лексических единиц всего семь. Остальные единицы мы знаем из прошлого года обучения по этому учебнику. То есть это задание картинка для визуалов, а слушаем слова это уже для аудиалов. А теперь пошли задания на моторику для киноэстетиков. Послушай стихотворение. Разминку выполни вместе с роботом. Помните, вот эта песня «Head and shoulders, knees and toes» – то, что мы делаем. Тут и физкульт-минутка, здоровоизберегающая технологии, и работа для киноэстетика. Им так легче делается. Задание на соотнесение части и целого. Это пример из учебника НИЛ для второго класса. Это задание из рабочей тетради, то есть домашней работы. Поэтому оно черно-белое и сформулировано задание по-русски, для того, чтобы все дети поняли. А задание следующее. Прочитай, вернее, задай упражнение номер два. Найди соответствие и напиши слова. В левой колонке у нас слова даются. Справа в упражнении у нас нарисованы предметы, которые эти слова обозначают. А по центру у нас силуэты этих слов. То есть дети здесь учатся с помощью такого упражнения не только соотносить что-то, но и учиться воспринимать слова не по отдельным буквам, а по силуэту по целому. Вообще, вы знаете, в курсе МИЛ используется очень интересная комбинация подходов. Если вам интересно про него подробнее узнать, вы можете посмотреть видеозапись моего вебинара, который так и называется «Современные подходы к обучению чтению». А мы с вами посмотрим немножко на другие приемы еще. Развитие мелкой моторики, мультисенсорный подход. Как еще он работает? Опять пример из курса МИЛ для второго класса из учебника. Мы говорим с детьми про цвета. Сначала мы слушаем и поем песню «I like butterflies». И посмотрите, пожалуйста, у нас слова, которые обозначают цвета, этим цветом и напечатаны. Например, «I like butterflies», «Red and yellow butterflies», «Pink and purple butterflies» и так далее. И это задание для аудиалов. Затем идет задание для визуалов. «Read and say». У нас дается табличка цветовая и предметы, которые с ней соединены, вот как таким лабиринтиком. И дети загадывают предмет и говорят «I like pink», «I like green», «I like orange», «I like black», «I like yellow». То есть называют эти цвета. Собеседник должен посмотреть на табличку, узнать, что это за предмет. А затем по цветовой полосочке, которая соединяет предмет с рисунком, найти этот предмет и спросить. «Is it a» называет «Yes, your turn». После этого идет работа для кинестетиков. Дети делают бабочку. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, задания даются не на русском языке, а задания даются по-английски, все объяснения. Конечно, дети пока многих слов еще не знают. То есть, если мы детям говорим «Take the scissors», то они слово «scissors» пока еще не знают. Но мы им показываем, мы говорим «do it like this», «take the scissors», «cut out the butterfly», «cut it out», дети вырезали, «fold the butterfly», «color the butterfly with color pencils», «do it like this». Дети бабочек сделали, а с третьего класса, начиная, задание еще и по-английски написано, потому что дети уже эти слова умеют читать. И потихонечку эта лексика из пассивного запаса переходит в запас активной словарной. Дети сделали бабочку, и она становится опорой для высказа. Например, «I like my butterfly», «it's red», «yellow» и «green». Еще примеры заданий для кинестетики, для заданий мультисенсорного подхода. Дети проходили название комнат. Они слушают историю, это называется «the ghost house», они слушают историю, определяют комнаты по их цветам сначала, а затем идет следующее задание. Давайте я вам его покажу. Каким образом дети работают, а вы мне скажете, интересное задание, хорошо оно пошло бы в вашем классе, например, или что-то вам не очень бывает удобно. Давайте посмотрим. Сразу поправлю. Вероника Юрова пишет. Получается, что миль рассчитан на кинестетиков, которых меньше всего? Нет, миль не рассчитан на кинестетиков, миль как раз рассчитан на всех. Но за счет мультисенсорного подхода, посмотрите, у нас на каждом уроке есть задание для аудиалов, у нас на каждом уроке есть обязательно задание для визуалов и обязательно есть задание для кинестетиков. К сожалению, кинестетики чаще всего остаются за бортом. Этот учебник их не упускает. Итак, слушаем. Так, коллеги, прошу прощения, другой файл включу, немножко ошибся. Итак, слушаем. Да, мили для общеобразовательных школ. Итак, какая-то комната. Продолжение следует... Продолжение следует... Оно не такое простое, как кажется. Конечно, дети определят, о какой комнате речь идет. Но посмотрите, мы здесь как раз и помогаем им предмет узнавать по одному из его признаков. Так, коллеги, кто-то пишет про обучающие компьютерные программы. Обучающие компьютерные программы есть ко всем учебникам издательства Титул и ко всем учебникам курса EnjoyEnglish, и ко всем учебникам курса HappyEnglish.ru, и ко всем учебникам курса MillenniumEnglish. Вы их можете купить через интернет-магазин на сайте EnglishTeachers.ru, просто поскольку вопрос задан. Так что можно этим пользоваться всем. Вот еще пример мультистория. Мы, пожалуй, для того, чтобы сэкономить время, эту историю сейчас слушать не будем. Правда же? Но идея сама понятна. Учитель показывает эту историю жестами, после этого дети слушают еще раз предложения в случайном порядке из этой истории, соотносят их с картинками. То есть сначала аудиалы и киноэстетики работают, затем к визуалам мы обращаемся, затем дети распределяют предложения из этой истории в нужном порядке, и затем учитель показывает жестами, а дети эти сами историю рассказывают. То есть, опять же, посмотрите, в рамках одного и того же урока мы успеваем задействовать детей со всеми способами восприятия информации. Вот еще пример. Курсы New Milan English для 11 класса. Посмотрите, мы говорим про искусство. Мы про искусство вот с какой точки зрения. Учим детей описывать искусство и развиваем чувственное восприятие. Например, одна из страниц учебника, когда мы показываем картину и обсуждаем ее, читаем потом про эти приемы, и затем в конце юня, то уже когда дети научились об этом говорить, мы приводим несколько картин и просим детей выбрать одну, которая им больше нравится, сказать, какая она, за что она им понравилась и так далее. Развитие чувственного восприятия примеры из учебника Enjoy English для 11 класса. Мы говорим с детьми про Виллем и Тернера, узнаем про великого английского художника, а затем по описанию дети пытаются понять. Тернера. Еще одно направление развития детей, это развитие творческих способностей. Я сразу хотел бы сказать, конечно, способности и задатки у всех разные, но в той или иной степени каждый из нас может научиться что-то творить. Другое дело, что, скажем, в средней старшей школе у детей часто интерес к творчеству пропадает, именно когда обучение слишком формальным бывает, и в любом случае для детей для творчества нужна какая-то опора. Правда же? Так вот, цель развития творческих способностей, это стимуляция творческих способностей, развитие внимания, воображения, развивать у детей наглядно действенное, наглядно образное и словесно-логическое мышление. Через что это делается? Через проектную деятельность, через ролевые игры и творческие задания. И эти способности открывают возможность для самовыражения учеников с помощью иностранного языка, изучаемого с учетом их интересов и возможностей. Вот примеры таких упражнений и опор. Например, развитие образного восприятия. Пример из учебника Enjoy English для второго класса. Задание звучит следующим образом. Помоги Джиму дорисовать портреты его друзей, назови их цвет. То есть сначала мы просто на уровне раскраски работаем, затем угадай, какое животное есть у Джилл Браун, воспользуйся моделью. И наконец, представь, что у тебя есть одно из животных рисунок к упражнению 3, расскажи о нем, кто это, возраст, цвет, что умеет делать. То есть здесь мы уже придумываем и используем свои знания. Примеры проектных работ из учебника Милли для третьего класса. Проект называется Our Class Album. И посмотрите, здесь раздолье для всех. Если ребенок любит рисовать, он может нарисовать иллюстрации. Если дети любят писать что-то или они кропотливо работают, они могут помочь составить расписание на английском языке. И плюс мы еще и письмо пишем по электронной почте. То есть мы учимся и писать, и маленькие истории и так далее. Пример проектной работы из Инджунгл для второго класса. Это вот та самая закладка, которую мы учились делать. А задание звучит следующим образом. И снова конкурс. Сначала сделай смешную закладку, пользуясь описанием в рабочей тетради на странице такой-то. Придумай, напиши на закладке загадку о любимом животном, не называй его. И затем уже конкурс этих загадок идет. Вот пример проекта из учебника New Milan English для пятого класса. Проект называется Kids Online Magazines. Дети в микрогруппах разрабатывают собственные онлайн-журналы для детей. И здесь как раз можно использовать такие приемы, как обучение в сотрудничестве, либо просто работать в микрогруппах. Можно, конечно, творческие способности развивать и на других примерах. Опять же, проект из New Milan English для пятого класса. Он называется A Friendly Place. Дети сначала своими руками делают поделки. В этом возрасте они пока еще любят это делать. А затем рассказывают об этих поделках. И поделка должна изображать дом какой-то, который ребенку хотелось бы иметь и нравится. Коллеги, сразу прокомментирую вопросы про обучающие компьютерные программы. Обучающие компьютерные программы можно использовать и в классе, на уроках, и для домашней работы, как дополнительный материал. Они содержат дополнительные тренировочные упражнения. И на грамматику, и на лексику, и на аудирование в начальной школе, и в новых обучающих программах для пятого, шестого класса в Enjoy English, для девятого класса в New Milan English, и на подготовку к итогу аттестации в форматах ГИА и ЕГЭ. Каждая программа имеет код активации. Она одномоментно будет работать только на том компьютере, на котором она активирована по лицензии. Поэтому, например, если вам нужно, чтобы программа работала и у вас дома, и на школьном компьютере, то, к сожалению, потребуется два тогда диска. Но я думаю, что удобно использовать эти программы следующим образом. Все-таки предлагать родителям, чтобы они их использовали дома. В каждой программе есть еще и журналы, которые показывают, когда ребенок выполнял задание, на сколько процентов правильно, сколько он их делал и так далее. Так, что еще? Анастасия пишет. Я купила, у меня компьютер сломался, программы не стало, и не знаю, что делать. Анастасия, вы можете решить эту проблему следующим способом. Обратитесь в техническую поддержку. На каждом диске написано на коробочке адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Вы можете, например, позвонить, оставить ваш номер телефона, вам перезвонят. Или по электронной почте помогут и так далее. Хочу купить обучающую компьютерную программу электронной доставкой. Как это сделать? Уважаемые коллеги, вы заходите для этого на сайт englishteachers.ru. С главной страницы выбираете вкладочку интернет-магазин, проходите по ней, выбираете нужную вам обучающую компьютерную программу, и в конце списка эти программы снова повторяются, но в заголовке уже стоят слова электронная доставка. Выбираете электронную доставку, и как только вы оплачиваете, оплачивать можно разными способами. И по телефону по сотовому, и с помощью банковской карты, и через терминалы оплаты точно так же, как вы оплачиваете через сотовые телефоны, например. И в сетях Евросети, и в магазинах связной, и так далее. Так вот, как только вы оплатили, вы скачиваете установочные файлы, сохраняете его на флешку, либо на диск, либо на компьютер, и код активации тоже вам тут же появляется. И так далее. Ну что ж, пойдемте дальше работать. Развитие творческих способностей. Пример из New Medellin English для 6 класса. Дети создают свои рассказы с опорой на картинке. Мы видим это упражнение, это домашняя работа. И с опорой на предложение определенное. То есть, мы не просто говорим детям, пойди туда, не знаю куда, придумай какую-то историю. А именно даются опоры. И можно это сделать. А вот пример из учебника HappyEnglish.ru для 11 класса. Если вы позволите, я вам зачитаю этот пример, потому что он довольно любопытный. Детям приводятся реальные истории, которые происходили в США. Мы здесь говорим о судебных преследованиях, о том, как себя вести, чтобы на вас не подали в суд. И в то же время какие случаи бывают. Я вам зачитаю одну из этих историй. Для этого я увеличу слайд, чтобы мне самому было видно. А потом я его снова уменьшу. Итак, история звучит следующим образом. Еще раз подчеркну. И это все истории реальные. Итак, что же произошло? A lot of American cars have a cruise control. This is a system that automatically controls the speed of a car. So, if you have a long way to go, you don't need to push the accelerator all the time. You can just set the cruise control. Mrs. Грижинский from Oklahoma City bought herself a new camper van. On her way, she quietly left the driver's seat and went to the back of her camper van to make herself a sandwich. Not surprisingly, the camper van crashed and overturned. The woman sued the manufacturer for not explaining in the owner's manual that the cruise control couldn't actually drive instead of her. Это реальная история. Вот после того, как мы эти случаи послушали, у нас идут задания. Задание следующим образом сформулировано. Say what you would have done if you had been the judge in each of the cases. То есть дети сначала придумывают, они это творчество тоже, но они анализируют реальный случай, пытаются сформулировать свое мнение и объяснить его. А затем, listen to the verdicts and check your ideas. И затем мы слушаем, какие реальные постановления были приняты по каждому из этих случаев. Аэлита Анатольевна спрашивает, как все-таки подготовить ребят к ЕГЭ и ЕГЭ? Всех они избранных. Этот вопрос будет волновать всех. Я постараюсь ответить на этот вопрос, но это все-таки не тема нашего вебинара, поэтому подробно я не смогу. Но если вы хотите, мы сможем провести отдельный вебинар о подготовке к ЕГЭ. Как можно подготовить? Во-первых, в УМК заложены определенные возможности. Например, в happyenglish.ru ПАВГОС для 10 и 11 классов есть специальный раздел, который называется exam know-how, где детям подробно объясняется стратегия выполнения каждой части задания ЕГЭ. Естественно, в учебниках должны быть задания и в формате тоговой аттестации. Например, такие задания есть и в курсе happyenglish.ru, такие задания со 2 класса, начиная, даются в учебниках enjoyenglish. Такие задания есть и еще были добавлены специальные секции get ready for the state exam к учебникам new learning english в 10 и 11 классе и в самих учебниках есть. Вам могут помочь дополнительные компоненты УМК. Например, совсем недавно к учебникам happyenglish.ru для 9 класса вышла новая рабочая тетрадь. В двух частях. Тетрадь номер 1, тетрадь номер 2. Она называется подготовка к ЕГЭ. В курсе enjoyenglish тоже есть такие рабочие тетради. В четвертом классе есть рабочая тетрадь номер 2 контрольные работы. Готовится к выходу рабочей тетради номер 2 к учебникам новым enjoyenglish до 5 и 6 классов. Есть рабочая тетрадь номер 2 подготовка к ЕГЭ в 9 классе. И рабочая тетрадь номер 2 контрольные работы в 10 и 11 классах. К курсу mille вышли дополнительные рабочие тетради с контрольными работами, которые называются mille-tests. Есть такие тетради для 2, для 3 и для 4 классов. И кроме того, вы можете воспользоваться дополнительными пособиями. Есть, например, вот такое пособие. Практикум по английскому языку. Гео-2014. Оно уже с аудиодиском выходит. Вот оно. Рассчитан для подготовки Гео. Авторы Натальи Николаевны Трубанёва. Кстати, руководитель команды разработчиков контрольных материалов по иностранным языкам по Гео. И Елена Евгеньевна Бабушес. Есть замечательное пособие для подготовки Гео. Авторы Евгения Владимировна Костюк и Елена Владимировна Боголюбова. Есть пособие «Хорошая олимпиада по английскому языку для 9-11 классов». Тоже с аудиодиском. Авторы Корене Степанова Махмурян и Оксана Павловна Мельчина. Это все есть и в магазинах, в книжных, и на сайте english-stitchers.ru. Ну и, соответственно, есть открытый банк заданий. На сайте fipi.ru, которым можно пользоваться. Поэтому я бы посоветовал воспользоваться дополнительным материалом бесплатными. И воспользоваться тем, что заложено в УМК уже. Кроме того, можно использовать обучающие компьютерные программы. Например, программа для New England English для 9-го класса. Это готовый тренажер для подготовки Гео. Причем тренажер с озвучкой и так далее. Вопрос. Обучающие компьютерные программы для Enjoy English есть только для вторых-четвертых классов. Есть обучающие компьютерные программы к каждому из учебников курса Enjoy English со 2-го по 11-й класс. К каждому из учебников курса HappyEnglish.ru со 2-й по 11-й класс. И к каждому из учебников курса Million Millennium English со 2-го по 11-й класс. Плюс учебник для 1-го класса Millistarter вместе с обучающей компьютерной программой. Ну что ж, пойдемте дальше. Хотелось бы уложиться по времени. Итак, подводя итоги по учебникам и затем буквально на 10 минут еще поговорим про детей с задержкой развития и с особыми потребностями в образовании. И что готовится, как их оценить. Итак, какие средства развития заложены в каждый из курсов? В Enjoy English это избыточность материала. Материала много для того, чтобы вы могли выбрать ровно то, что нужно для вашего класса. И есть задание повышенной трудности для способных детей. И есть задание просто дополнительное того же самого уровня трудности, который мы делаем в классе. То есть можно и на дом дать, и больше взять, или выбирать какие-то определенные задания. У нас, кстати, была большая, я видел большое обсуждение решебников. С решебником бороться можно двумя путями. Либо видоизменять как-то задание из учебника и просить детей их делать у доски. Например, к HappyEnglish.viz дополнительное пособие Mr.Help идет на помощь с дополнительными заданиями. Либо использовать те же самые обучающие компьютерные программы. Потому что каждый раз, когда вы запускаете конкретные упражнения в этой программе, перед вами будет на экране, во-первых, там поменяются местами варианты ответов, и задания сами могут поменяться местами. Плюс, если у нас такой принцип работает, если на экране должно быть, скажем, 5 предложений с заданиями, то в базе данных их не меньше 20. Поэтому вы можете упражнения запускать снова и снова. Там будут меняться и предложения. Их компьютер случайным образом выбирает и порядок ответов. Поэтому механически запомнить, что в номере 1 у нас будет ответ A, невозможно. Потому что под номером 1 может быть совершенно другое предложение. Точно так же и как под буквом A. И так далее. Нина Викторовна Галкина комментирует. На лексику и грамматику по 9 классу заданий на сайте FIPI нет. Да, на сайте FIPI, к сожалению, пока еще очень мало заданий по ГИА, поэтому обратите внимание именно на практику. По ГИА, о котором я говорил, может вам пригодиться. Пойдемте дальше. Следующий принцип. Это творческие задания в Enjoy English. В конце каждого юнита есть проектные работы, а в старших классах еще и в серединах юнитов есть мини-проекты. Проблемы в формулировке заданий. То есть, например, не daily routine в четвертом классе, а what do you do to help your family? И так далее. Личностно-ориентированные парадигмы обучения, использование грамматических моделей и, естественно, задания в электронных учебных пособиях, обучающих компьютерных программах. И наличие большого количества заданий, направленных на развитие интеллекта. Мы их с вами видели. Примеры. В happyenglish.ru какие средства развития детей? Во-первых, это сюжетное построение, которое помогает детей и погрузить в сюжет, и в языковую среду создать, и в то же время научиться переживать героям эмоционально. Эмоционально развивать и прочее. Образная подача грамматического материала нам помогает наличию большого количества дидактических. И в специальных рубриках, например, «Friends», какие слова похожи, какие имеют сходное значение в родном изучаемом языке. Это задания в обучающих компьютерных программах, и это авторские стихи и песни. В курсе «Милле» это использование мультисенсорного подхода, это наличие большого количества творческих заданий и игр, это личностно-ориентированная парадигма, это проектные работы в конце каждого юнита, это задания на классификацию и анализ, их там очень много, задания в обучающих компьютерных программах. А теперь несколько слов о том, как обучать детей с задержками в развитии и особыми потребностями в обучении, в силу заболеваний и так далее. Не могу не согласиться с Ольгой Карпенко, которая пишет, каждый учебник хорош по-своему. Действительно. Так, вопрос, действительно ли ЕГЭ будут из открытых заданий ФИПИ. Уважаемые коллеги, никто сейчас этого сказать не может, как что поменяется. ЕГЭ будет меняться. С 2020 года ЕГЭ становится обязательным для всех по иностранным языкам, но он будет меняться. Будет два уровня. Уровень профильный, он будет примерно соответствовать тому уровню, как сейчас. Профильный уровень нужен будет для тех, кто пойдет на языковые специальности в вузах. И уровень базовый, уровень будет проще. Формат заданий тоже может быть поменяется, может быть нет, пока сейчас трудно сказать. Но уровень будет проще, конечно же, поскольку для всех заданий. С 2020 года, когда в ГОС для старших классов вступит в действие по всей территории России, ЕГЭ по иностранным языкам становится... Остается по иностранным языкам экзаменом по выбору. Его обязательно делать никто не планирует. Мои ученики, пишут, Олеся, которые пришли из класса коррекции, планируют задавать ЕГЭ. Будет для таких учеников льготы какие-то. А вот сейчас как раз и расскажу. ЕГЭ по иностранным языкам, конечно, по всем будет обязательным. То есть, если дети учили английский, для них будет английский язык. Если немецкий, то немецкий язык и так далее. Итак, пойдемте дальше. У нас есть дети с ограниченными... ...и с задержкой в развитии. Конечно, у них есть особые потребности в обучении. Проблем у детей очень много. И в силу здоровья, и при задержке. Тем более. У них есть сложности в аудировании, когда они не умеют вычленять звуки. У них есть сложности в письме. Это связано и с особенностями мышления. И с тем, что у них мелкая моторика плохо развивается. И утомляемость повышенная. И в чтении, и в говорении. Что здесь нас может порадовать? Первое. Сразу, коллеги, на вопрос отвечу. Иначе просто тема станет неактуальной. Ольга Хумченко спрашивает. Что с экзаменом после четвертого класса ПАВГОС? В четвертом классе предусмотрена итоговая аттестация. Но это аттестация внутренняя. То есть, вы сами разрабатываете, либо выбираете контрольную работу. Никто вам контрольную работу федеральную присылать не будет. Вы выбираете сами. Поэтому мой вам совет. Если работаете по Бибалетовой, возьмите рабочую тетрадь номер 2 контрольной работы. И оттуда контрольную работу. Если работаете по МИЛ, возьмите один из МИЛ и ТЕСТС. Если работать по happyenglish.ru, либо возьмите тесты из обучающих компьютерных программ. Либо, я думаю, авторы вам тоже помогут с разработкой. То есть, здесь вы и это внутри. И школьная работа. Это внутри класс, поскольку обучение гарантированно просто, она показывает уровень усвоения программы учениками. Так вот, возвращаясь к детям с особыми потребностями в обучении и к детям с задержкой развития. У нас есть хорошая новость. Разработаны проекты 9 специальных ВГОС. Для детей глухих, слабослышащих, поздно оглохших детей и так далее. Для детей с задержкой развития, с умственной отсталостью. И для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Эти стандарты, специальные ВГОС, будут приниматься. Они уже разработаны. На основе этих стандартов будут разработаны 9 специальных программ. К ним будут и свои требования к понятию. И свои методические рекомендации. Когда идет речь об инклюзиве, для них будут действовать не только требования ВГОС, которые существуют, но и специальная программа коррекционной работы. И такая программа будет примерной, плюс ее будет принимать образовательные учреждения. И обратите, пожалуйста, внимание на очень важный момент, о котором говорится в проектах специальных стандартов. Обучающиеся с задержкой развития имеют право на прохождение текущей, это контрольной работы, промежуточной, это итоговая контрольная работа, и государственной итоговой аттестации, то есть ГИА и ЕГЭ. В такой форме они будут иметь право на прохождение тестации в других формах. То есть для них будут развиваться другие задания. Вопрос от Юлии Атаевой. С какого года дети с ограниченными способностями все придут в школу? Вы знаете, по новым стандартам коррекционных школ нет, как определенного типа учебных заведений. Дети эти уже идут в классы, они уже идут в школах и уже учатся. Дети не смогут эти баллы использовать для поступления в ВУЗ. Если от ребенка требуется определенный балл по ЕГЭ, например, по английскому языку, а он получил ниже проходного балла, то есть ниже 20 баллов, соответственно, он в этот ВУЗ поступить не сможет. Он сможет поступить в другой ВУЗ, где не требуется. Как сейчас ввести уроки в спецклассах, какое планирование, как в журнале заполнять и так далее. Уважаемые коллеги, я пока не могу сейчас ответить на этот вопрос. Потому что пока нет нормативных документов на эту тему. Вот когда специальный ВУЗ примут, а поскольку они уже разработаны, я думаю, что примут их довольно быстро. Вообще обещают, что в течение года. То там, думаю, будет возможность уже работать по ним. Возвращаясь к теме, если посмотреть на специальный ВУЗ, то там говорится о том, что если обучающие с задержкой развития идут в школу, то они будут в школу. Возвращаясь к теме, если обучающие с задержкой развития идут в школу, то есть будут классы коррекции. И для них будет адаптированная образовательная программа. То есть даже если посмотреть на знания языка и речевой практики, которые сейчас перед вами на экране, вы увидите, что там совсем не те знания о языке. О родном прежде всего, но и об иностранном тоже, я думаю, которые предъявляются к остальным детям, у которых нет особых потребностей. Я посмотрел то, что советуют специалисты. Как быть, если в ваших классах, например, есть дети с потребностями, потребностями образовательной, задержкой развития и так далее. Что советуют логопеды, что советуют дефектологи. Они советуют следующее. Если у ребенка недоразвит... Детьми необходимо подчеркнуть и немножко утрированно артикулировать нужные звуки. И использовать обучающие компьютерные программы. Там очень много заданий в начальных классах как раз на обучение аудированию. Чем программа хороша, ребенок может с ней заниматься самостоятельно, столько, сколько потребуется. И после этого мы вырабатываем у детей умение определять последовательность звуков в слове. Если у ребенка повышенная утомляемость, если у него проблемы с моторикой при письме, то здесь опять есть чисто методические советы. Необходимо... Субтитры создавал DimaTorzok Мы видели в курсе Милле, например, поделки и прочее. И учить детей записывать буквы под диктовку и по памяти. Если у ребенка проблемы с чтением, то здесь необходимо делать упор на звукобуквенный анализ и синтез. Опять же, и с помощью карточек, и с помощью обучающих. Конечно, это очень общие советы. Для того, чтобы говорить именно об обучении детей в коррекционных классах, здесь нужен специалист по коррекционному обучению. По готовящимся специальным стандартам в ГОС для таких детей, в школе должны быть специалисты коррекционных классов. Это коррекционщики, и психологи, и логопеды. Поэтому в таких школах, в которых есть, коррекционные классы будут. Может быть, такие дети будут выбирать среди школ, те школ, где эти условия созданы. Так что все-таки отчасти эта задача с наших плеч будет снята, но с другой стороны... Я готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Если у вас вопросов нет сейчас, вы можете их потом написать на форуме. Вот, например, Лидия Ромахина пишет. У меня в ГУПе есть ребенок, который даже... по-русски не говорит, не знаю, что с ним делать и как оценивать. Здесь нам поможет, опять же, специальный в ГОС. Как только он будет принят, мы можем оценку выбирать другую. То есть оценивать другими образами. Что еще у нас есть? Учебники будут для коррекционщиков? Какие учебники вы советуете для класса с углубленным изучением английского языка? Пишет Светлана Андреева. Уважаемые коллеги, здесь... Вы сами выбираете то, что вам нравится. На самом деле, для таких классов можно взять и, например, курсы, которые уже существуют, о которых мы сегодня говорили, дополняя их дополнительными пособиями, если удобно. А что еще? Скажите, пожалуйста, книга для учителя под балетой вышла для 5-6 класса по ГОС? КОНЕЦ 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 Я вам сейчас даю ссылку на скачивание сертификата. А пока вы его скачиваете, я хотел бы, чтобы вы параллельно послушали песню из учебника happyenglish.ru для 11 класса. Это завершающая песня, которой мы завершаем весь курс обучения. И что еще? У нас все-таки праздники приближаются. Мы завершаем... Анна Юрьевна Кауфман по формированию социокультурной компетенции в 5-9 классах. Я тоже планирую один из вебинаров. В общем, планы вебинаров мы в первых числах января, сразу как только после праздников, выйдем на работу, вам сообщим. Итак, я сейчас включаю песню, даю вам ссылку на скачивание сертификата. Уважаемые коллеги, если по какой-то причине у кого-то сертификат не скачается, напишите нам по электронной почте на адрес connectsobakaenglishteachers.ru, я вам сейчас его напишу в чате, мы вам пришлем по электронной почте. Итак, слушаем песню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок